Новые пути сотрудничества Казанского университета с представителем Ульяновской области открылись в технопарке университета. Главная перспектива, о которой мы все думаем, это доведение новых продуктов до рынка. Как создавался документальный фильм пространства Лобачевского? Понравился своей какой-то современностью и вот этим найденным режиссером способом. Пыльцевая аллергия, симптомы и методы борьбы с болезнью. Трогическую реакцию вызывает пыльца ветра опыляемых растений, которые разносятся на огромное расстояние потоками ветра. Всем привет! В эфире Универ Ньюса, в студии Карина Саяхова. Казанский университет находит новые пути сотрудничества с другими регионами. На встрече с представителем Ульяновской области директор университетского технопарка обсудил возможные перспективы. Подробности далее. Сегодня технопарк Казанского университета – это перспективная площадка для сотрудничества с различными предприятиями. Просторные выставочные павильоны позволяют как организовать масштабные мероприятия, так и стать резиденцией для производителей товаров массового потребления. А расположение близ строящейся скоростной автомагистрали «Казань-Москва» расширяет рынок сбыта. Сегодня у нас 47 резидентов ТАССР. Это и местные, и люди, которые приехали к нам из других регионов. Главная перспектива, о которой мы все думаем, это доведение новых продуктов до рынка и создание необходимых условий для того, чтобы молодежь, умная молодежь, гениальная молодежь, те, которые могут создать какие-то новые продукты, оставались здесь, на территории Павловского региона. Это и возможность, даже и трудоустройство студентов-выпускников университета. Если мы развиваем какие-то производства мелкосерийные, среднеотоннажные, то компании-резиденты, они тоже, в свою очередь, заинтересованы получать кадры управленческие, технические персоналы, которые могут работать и работать результативно. После демонстрации павильонов технопарка представители Казанского университета и Ульяновской области обсудили условия размещения предприятий и организаций на площадке университета. Ариадна Кугушева, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Пространства может быть больше, чем нам кажется, так заявляют создатели фильма «Пространство Лобачевского». Подробности о создании кинокартины узнаем в следующем сюжете. В Казани в культурно-досуговом комплексе имени Ленина состоялся второй показ документального фильма о русском математике Николая Лобачевского. На демонстрацию фильма пришли студенты, преподаватели и сотрудники Казанского университета, а также школьники. В течение двух лет съемками фильма занимались сотрудники Казанского федерального университета и Технического университета Берлина. О том, как удалось показать человека, жившего 200 лет назад, рассказала режиссер Екатерина Еременко. Я хотела избежать реконструкции, когда какой-то актер в парике, припудренный, бегает перед камерой, изображает ход мысли. Мне казалось, что мое чувство эстетическое против этого восстает. Поэтому мы придумали, на мой взгляд, совершенно необычный подход. Мы снимали современных людей, но мы так точно выбирали героев и такие ситуации, которые все вместе мозаикой создают образ Лобачевского. Кинолента пространства Лобачевского была показана впервые в декабре 2019 года в Казанском университете на вручении премии имени Лобачевского. Идеей снять фильм о выдающемся математике, который с 1827 по 1845 год был ректором Казанского университета, Екатерину Еременко заразил шеф-редактор авторских телепрограмм Медиа-центр Казанского университета Юрий Алаев. Первый российский показ фильма состоялся в апреле этого года на фестивале научно-популярного кино «Future Dog» в Перми. Одним из представителей фильма выступила Екатерина Турилова и поделилась своими впечатлениями. Я на каждом показе и просмотре для себя открываю какой-то другой пласт. Может быть, фильма, может быть, история, которая рассказывается, может быть, история университета, может быть, жизнь Лобачевского, может быть, новая линия, которая связывает на самом деле судьбу любого ученого с тем, что делаем сейчас мы. И поскольку мы меняемся даже день ото дня, то естественные впечатления тоже меняются. После показа и обсуждения фильма свое мнение высказали и некоторые зрители. Потрясающий фильм. Также для обывателя обычного стало, понятно, более доступна биография Николая Ивановича Лобачевского, связь с Германией, с Гауссом тоже. То, что я до этого не знала, хотя у нас много есть информации. Конечно, переданы наши корифии, нашим университетам. Это наш ректор, конечно же, наши директора, наша Стелла, это просто знаменитость директора музея. И захотелось еще раз посетить и показать всем детям. Понравился своей какой-то современностью и вот этим найденным режиссером способом разговора о Лобачевском через современных людей, которые как бы чуть-чуть его олицетворяют и как бы и при этом действительно без всяких переодеваний. В ближайшее время фильм покажут в Новосибирске, Екатеринбурге, Петербурге и Москве. В Казани кинокартину будут демонстрировать на пяти площадках. 22 и 23 мая его снова можно будет посмотреть в культурно-досуговом комплексе имени Ленина, а также в кинотеатре Дворца культуры железнодорожников в ДК имени Саид Галиева. Кроме того, после 20 мая показы планируются в кинотеатрах «Мир» и «Смена». Энджи Минебаева, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Коронавирус в стройной мутации более заразен, хуже поддается воздействие в вакцин и лекарств. Угрожает ли индийский штамм ковида остальному миру? Подробности в сюжете. Индия борется с очередным всплеском заражения ковид-19. В стране переполнены больницы и крематории, наблюдается массовая нехватка медицинского кислорода. Самые ранние образцы индийского штамма обнаружили в октябре. Высокая плотность и численность населения в стране стала идеальным инкубатором. К середине февраля на индийский штамм приходило 60% заболеваний коронавирусом в Индии. Что известно о новой мутации и насколько она опасна, рассказал доцент кафедры микробиологии Казанского университета Павел Зеленихин. По строению в целом вирусной частицы он точно такой же, как и остальные коронавирусы. Тут скорее особенности в тех белках, которые обеспечивают его проникновение в организм новых рецепиентов, тех людей, которые заболеют. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, индийский штамм обнаружили уже почти в 50 странах мира, включая США, Францию и Сингапур. Этот вариант мутации лучше защищен от иммунитета. Эффективны ли против него существующие российские вакцины? Вакцины на сегодняшний день, которые применяются, в частности российская вакцина, вот этот COVID-19, спутник, это вакцина, которая легко подвергается изменениям. Если будет выявлено, что иммунитет после этой вакцины недостаточно эффективно защищает от нового варианта коронавируса, то на предприятии, где эту вакцину производят, всего лишь навсего заменят один из элементов вакцины. Ранее поступали сведения об обнаружении индийского штамма коронавируса у иностранных студентов Ульяновского государственного университета. Однако Роспотребнадзор опроверг эту информацию. Ариадна Кугушева, Юлия Гизидинова, Универньюз. Напоминаем, вакцинация продолжается, и все желающие вакцинироваться могут обратиться в университетскую клинику по адресу улица Вишневского, 2А, запись по телефону 233-30-00. Также на сайте КФУ периодически появляется информация о выездной вакцинации в Казанском федеральном университете. Если в последнее время вы наблюдаете ухудшение самочувствия, чьих насморк и отек лица, возможно, у вас пыльцевая аллергия. Как бороться с симптомами и можно ли вылечить эту болезнь, узнаем в сюжете. Покраснение, зуд, насморк, отек носа и слезящиеся глаза. Всему виной береза и другие цветущие растения. В этих сосветиях находится пыльца, один из наиболее распространенных и сильных аллергенов. Один из главных способов профилактики аллергии – предотвратить попадание пыльцы в организм. Обезопасить дом можно с помощью ежедневной влажной уборки, устранения пылесборников, мытья уличной одежды и обуви, герметизации дверей и окон. Аллергическую реакцию вызывает пыльца ветроопыляемых растений, которые разносятся на огромное расстояние потоками ветра. В нашем регионе, в Казани, наиболее аллергенными растениями являются аллергены деревьев, во-первых, среди которых самыми мощными аллергенными свойствами обладает пыльца березы. Береза вот именно сейчас очень активно пылит или цветет и вызывает массу неприятных симптомов в наших пациентах. Сезон аллергии на пыльцу деревьев, а именно березы, длится где-то две недели. И в зависимости от того, ранняя весна, поздняя, жаркая или холодная, он наступает в мае. После того, как отцветут деревья, зацветают следующие пыльцевые аллергены – это луговые травы. И пик их влияния на организм аллергиков приходится на июнь и июль месяц. Затем, где-то в середине июля, в августе, в сентябре и в зависимости от того, какая осень, цветут очень активно сорняки. Среди сорных трав наибольшую аллергенную активность представляет пыльца полыни, а также амброзия, которая теперь уже и произрастает даже в средней полосе. Аптеки охотно предлагают богатый выбор лекарственных средств от аллергии. Но одни лишь устраняют симптомы болезни, а другие могут вызвать побочные эффекты. Сонливость, низкую концентрацию внимания и упадок сил. Мы назначаем в сезон цветения антигистаминные, назальные спреи лечебные, капли в глаза, ингаляторы, бронхорасширяющие лечебные. Один метод лечения пыльцевой аллергии – это снять симптомы в сезон. Лечение аллергии нужно начинать вовремя, иначе болезнь может перерасти в бронхиальную астму. Сделать это можно с помощью специальной процедуры, введя в организм измененный аллерген. Основной метод лечения пыльцевой аллергии – это аллергенспецифическая иммунотерапия. И суть этого метода заключается в том, что врач-аллерголог выявляет причинно значимый аллерген, который и приводит к развитию симптомов. И этот аллерген вводится в организм в нарастающих дозировках, в предсезонно-сезонные курсы. Если у вас проявляются симптомы пыльцевой аллергии, следует задуматься о походе к врачу. Ведь сезон цветения деревьев и трав продлится до октября. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok